Умничка! Красиво спело! Замечательно! И вообще все исполнение сегодня прекрасное! Слава Богу! И проповеди, и служения, и все у нас идет прекрасно! Я очень рад быть вместе с вами сегодня здесь на собрании, славить имя нашего Бога, приятно находиться в этом молитвенном зале, слушать такие прекрасные проповеди, такую прекрасную проповедь, наставление, слушать такие прекрасные псалмы, которые постарались братья и сестры сегодня славить нашего Бога. Слава Ему! И желаю, мои дорогие, в этот день и дальше, в этот день Святой Субботний, чтобы на это место пребывал Господь, что все здесь, что было сказано и что будет еще сказано, чтобы это коснулось наших сердец и приносило плод. Первое место, которое хочу перед моей проповедью, которое я хочу просчитать, это Евангелие от Луки, 4 глава. В 16 стих здесь написаны такие слова. «И пришел в Назарет», то есть Христос, «где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». По обыкновению своему Христос пришел в синагогу. Вот по обыкновению своему мы приходим на собрание из субботы в субботу, из среды в среду, по понедельник, когда назначено служение. По обыкновению своему. Пришел на собрание, послушал, что здесь было сказано, просчитано, может даже и не послушал. Кто-то зевнул, кто-то успел пробежаться по телефону, посмотреть еще новости. И разошлись и ушли домой. И каждый раз из день в день, из месяца в месяц проходит наша жизнь. И нам кажется, как когда-то апостол апостол Петр говорил, что люди говорили в то время, что с тех пор, как стали умирать отцы наши, ничего не поменялось. Но все меняется. И мы меняемся. Смотрите свои фотографии 20-летней давности, 30-летней давности. Кто-то даже и старше, кто-то моложе. Читал свободно Библию, даже маленькую, сегодня достал уже большую. Это говорит о том, что все-таки меняется. Хотя мы говорим, что ничего не меняется, меняется. И вы знаете, и придет однажды день, когда будет последняя проповедь. Насколько мир быстро сегодня меняется, никто не ожидал, даже вот прошлую пятницу вечером миллионы людей, и наша группа была в Израиле, находилась, легли спокойно спать, а утром война. Или на Украине чуть раньше началась война. Никто этого не ожидал. Особенно здесь такое быстро было. Люди легли спокойно вечером спать, а утром проснулись, а больше одной тысячи уже и не проснулось. Как мы должны ценить этим временем, которое Господь нам доловал в это время, чтобы мы служили нашему Богу. Тема моей проповеди сегодня, мои дорогие, всем знакомое место из Священно-Писания. Это первое место, которое я хочу прочитать. Это Матвея, 22 глава. Здесь написаны такие слова. С 34 стиха, я возьму 22 глава. А фарисеи, услышав, что он привел Садукея в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей. Возлюбли бижнева твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Подходит человек и спрашивает Христа, то есть здесь прямо подчеркивается законник, который он прекрасно сам знал, где это написано и как звучит эта заповедь. Но он задает вопрос Христу, «Учитель, какая наибольшая заповедь?» Подобный такой же вопрос я хочу прочитать. Это Марка, 12 глава, стих 28, по 34. «Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему, «Первый из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепости твоей». Вот первая заповедь. Вторая подобна ей. Возлюбли бижнева твоего, как самого себя. Иной больше из всех заповедей нет. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всем крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех, все сожжения и жертв». Иисус, видя, что Он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». После всего никто уже не смел спрашивать Его. Мои дорогие, а я вот хочу спросить вас, каждого, особенно молодых, а вы знаете, какая самая важная заповедь в Библии? Любой еврей три раза в день повторяет эту заповедь, «Шма Израэль», «Слушай, Израиль», «Слушай, Израиль, Господь наш есть, Господь един». Он три раза в день повторяет эту заповедь, где он говорит, что Господь един, и нет другого Бога. И люби Бога всем сердцем, всем разумением, всей душою, и ближнего твоего, как самого себя. И вот моя тема сегодня, а кто твой ближний? Кто мой ближний? Ближний – это муж, жена, дети, тесть, теща, родственники, тот, который с тобою приходит к тебе на твое день рождения, поздравляет тебя. Кто наш ближний на сегодняшний день, мои дорогие? Еще одно место я хочу прочитать. Луки, 10 глава. Написаны здесь такие слова. 10 глава, 25 стиха. «И вот один законник встал, и, искушая его, сказал, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, в законе что написано? Как читаешь? Вот смотрите, у Марка тот, мы по чуть-чуть вот раскрывается вот этот разговор, который состоялся между Христом и этим человеком, законником, или учителем, который задал ему вопрос, и люди, которые были рядом. У Матвея написано чуть-чуть, у Марка мы даже видим, что этот законник даже хвалит Христа. Он говорит, «Хорошо, ты говоришь, Христос». Обычно Христа пытались уловить, даже и здесь написано, что он искушал его, но однако он хвалит Христа, и он говорит, «Хорошо, ты отвечаешь». А вот в Луке, в 10 главе, здесь я хочу прочитать эту, с 10 главы, здесь я хочу прочитать с 25 стиха и ниже, где я здесь уже прочитал, один законник встал, искушая его, сказал учитель, «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, сей душой твоей, и сей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. То смотрите, вот иногда в нашей жизни мы вот задаем вопрос и мы сами знаем ответ на свой вопрос, который мы задаем этому человеку, но мы ждем, знаете, иногда человек ждет, чтобы я ответил по-другому или тот ответил по-другому, чтобы уловить человека. Но здесь мы видим, что Христос ему ответил, говорит, а как написано в законе? И он процитировал, оказывается, этот законник даже знал, о чем здесь написано, и он очень хорошо знал, эту заповедь, очень хорошо знал. И вы знаете, вот в трех евангелистах написано чуть-чуть по-разному. И если бы вот здесь бы не случилось бы вот этот вопрос, оборот речи, который вот здесь случился, но он желая, 29 стих, но он желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? Вы знаете, вот если бы не задавал этот книжник, не задавал бы Христу этот вопрос, казалось бы, эта история бы закончилась, и бы никогда бы не было бы такой истории, которая сегодня, она знаменитая, много фильмов есть на эту тему, о добром самарянине. Или всякие закладки, мы видим, где нарисовано, как человек лежит возле дороги, и кто-то останавливается и помогает ему. Так и называется эта притча о добром самарянине. И, как я говорю, что только единственное, в Евангелии от Луки написано продолжение этой истории, которую задал законник Христу. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Верихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той и дорогу и увидел его, прошел мимо. Так же и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино и посадил его на своего осла, привел его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержителю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем и если издержишь, что более, я когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближним попавшему разбойником? Он сказал, оказавши ему милость, тогда Иисус сказал ему, иди и ты, поступай так же. Кто мой ближний? Тот, который живет в мире со мною, который поддерживает мое понимание, как я понимаю, или тот человек, который, как мы видим в этой истории, попал в беду? Вы знаете, Библия учит нас, что ближний для нас, и в то время люди знали отчасти, что ближний для нас тот, в основном тот, обычно Библия призывает, Господь учил своего народа, что ближний тот, который попадал в беду. И не хотел бы, не буду читать, буду только говорить своими устами, в исходе написано такие слова, в 23 главе написано, что если ты даже найдешь вола, врага твоего, заблудившегося, или навьючего грузом, и он упал, и не может подняться, подойди к нему, развяжи его, и приведи вола к врагу твоему, не то, что к ближнему твоему, а к врагу твоему. Смотрите, прекрасная история написана в царств, где написано, что был такой военачальник Нейман. Он был прекрасный воин, о нем написано. И вот у него в доме находилась одна девочка из народа Израиля, которую он взял ее в плен. Мы не знаем историю, что случилось с родителем этой девочки. Может быть, на войне, может быть, их убили, может, они погибли. Но она находится в доме врага своего. По-другому это невозможно назвать. Это был враг. И она советует этого военачальника, у кого она живет, говорит, ты пойди в Израиль к пророку Божию, и ты получишь исцеление. Вот кто из нас, я хотел бы задать вопрос каждому из нас, когда тебе кто-то делает больно, когда причиняет действительно тебе кто-то даже очень больно. И ты желаешь ему добра, ты за него молишься. Если он тебя спрашивает, даешь ему хороший совет, кто так может поступать в своей жизни? Кто наш ближний? Я хочу задать этот вопрос себе сегодня, и хочу задать этот вопрос каждому из нас, мои дорогие, кто находится на этом месте. Столько сегодня на земле людей, которые, может, когда-то ходили на собрание, сегодня их нет в собрании, столько горя вокруг, сколько израненных людей, которые чем-то разочаровались, и их нету сегодня среди нас. Я думаю, что у каждого из нас практически есть такие знакомые, родственники, а может, у родителей есть дети, у детей есть родители, которые не ходят на собрание. Вот это есть наши ближние. И что ты делаешь для того, чтобы помочь это своему ближнему? Мне когда-то дали такой журнал, он называется «Милость Божия». Этому журналу 11 лет. Этот журнал, редактор этого журнала, такой человек, Степан Воробьев из Калифорнии, он недавно сюда приезжал. И в этом журнале я однажды прочитал одну очень интересную историю, которая называется «Цена одной фотографии». Я хотел бы, чтобы вы высветили эту фотографию. «Цена одной фотографии». И здесь очень интересная история про эту фотографию. Вы знаете, как сегодня модно. Есть разные фотографы, журналисты, блогеры фотографируют, особенно вот такие клипы, которые им кажутся очень важные. Вот эта фотография, это было сделано в 1993 году в Африке. В Африке есть такая страна в Судан. В то время, в 1993 году, там было очень сильно бедствие, очень многие люди голодали, умирали от голода. И этот журналист, Стивен Кевин, он был очень знаменитый журналист, фотограф. Вот он купил билет и решил полететь туда, в Африку, снимать, что там интересного, есть интересные фотографы, интересные клипы. Особенно сегодня, мы знаем, дорогие, я хочу на сегодняшний день почему-то, особенно вот с этой войной на Украине или с Израилем, почему-то стараются ставить вот такие самые, такие клипы, которые пугают людей, устрашают. Вот всегда были такие люди. И вот тогда тоже был этот фотограф, который он был очень знаменитый, полетел туда, и однажды, выходя, где они жили, в тех вагончике или где в палатках, выходя на улицу, он увидел вот эту девчонку, которая умирала с голоду. И готовя сфотографировать ее, подлетел туда вот этот Аист или Гриф, да, подлетел к этой девочке и он решил фотографировать, сделать этот кадр. И вы знаете, смотря на эту девочку, он не хотел эту фотографию сделать. Читая эту историю, он не хотел эту фотографию сделать. Он хотел, ожидал, чтобы вот этот Гриф раскрыл свои крылья, чтобы фотография получилась еще красивее, впечатляющая. Но ожидая минут 20 и ничего не получилось, он решил эту фотографию так и сделал, как она есть, как мы ее видим. Он выставил эту фотографию, он за эту фотографию получил, хочу прямо прочитать, как она называется точно. У фотографа есть такая премия, она называется Пулицеровская премия. Это считалось самая такая высокая или знаменитая премия, которую давались журналистам за такие очень интересные фотографии. Он получил он получил эту премию. Но так как он был знаменитый и стал еще знаменитее, обычно знаменитым людям всегда задают всегда задают вопросы. И вот один из этих вопросов, которые ему задали, его спросили, что с этой девушкой? Он отвечал, я не знаю. Тогда его спрашивали, а ты, что ты сделаешь, чтобы помочь ей? Он говорит, ничего. Я хочу каждому из нас задать этот вопрос сегодня. Что мы делаем для того, чтобы помочь тем, которые погибают в этом мире? Что мы делаем для тех, для того, который огорчен, который перестал на собрания ходить? Что ты делаешь для того человека, который не желает приходить на собрания? Для того, кто заблудился в этом мире? Для того, который голодный, больной? Вот что ты делаешь для этого? Хочу другой вопрос задать. Что ты делаешь для того, чтобы интересно было на собрании? Смотрите, сколько мест еще здесь свободных. Ваня Макар прошлую субботу говорил, я думаю, что каждый из нас это испытывает. Пришел на собрание в пятницу, полный зал, никого не было. Помолился и ушел домой. Ваня, это я пережил. Я тоже был в момент, но это было тогда, когда молитвенный дом был закрыт, когда пандемия была. Но все равно договаривались несколько людей приходить на собрание помолиться. Прихожу на собрание, открываю молитвенный дом. Никого, никого, вы понимаете, никого. Помолился, поплакал и ушел домой. А мы хотим, чтобы были интересные собрания, чтобы красиво пел хор, чтобы красиво проповедовали, что для этого делается. Хотя рядом, где был этот фотограф, я возвращаюсь к той теме, рядом, где он жил, говорит, была миссия, есть такая миссия, всемирная миссия организации ООН, которая помогает беженцам, которая помогает тем людям, которые погибают. Они рядом находились. Он мог бы взять эту девочку и отвезти ее туда. Мои дорогие, я хотел бы, чтобы рассказать про эту девушку другое, что ее нашли, ее отвели туда в эту миссию, накормили ее, она выросла, вышла замуж, родила детей, она пишет сегодня какие-то интересные журналы или книги. Но не то случилось. И задавая ему этот вопрос много раз, встречаясь со знаменитостями или где у него были разные презентации, задавая ему этот вопрос, что ты сделал, что ты сделал, он всегда говорил, ничего. И в однажды, от того, что он устал от таких вопросов, он упал в большую депрессию. он уже начинал опаздывать на встречи, где его приглашали, опоздал один раз на самолет, другой раз на какую-то встречу. И в один раз, в один роковой день он сел в машину, взял кусочек шланга, подсоединил глушителю, завел машину, подсоединил этот шланг себе в машину и покончил жизнь самоубийством. Вот такая печальная история такого человека, который когда-то был знаменитостью, когда-то, который его все узнавали, радовались, что такой знаменитый фотограф, фотокорреспондент, который такие прекрасные клипы выставляет и покончил жизнь самоубийством. И я каждому из нас сегодня хочу задать этот вопрос, что ты делаешь в своей жизни? Неужели ты для этого только родился, вот как мы недавно молились за этого ребенка, чтобы только родиться, жить, прожить эту жизнь? Или каждому, для каждого из нас Господь определил какой-то дар нам, Господь дал какой-то талант, чтобы он должен что-то делать в своей жизни? Оглядываясь на нашу прошлую жизнь, мои дорогие, каждый из нас задавайте себе вопрос, что я успел доброго сделать в этой жизни? Я помню один раз такой большой плакат я видел «Спешите делать добро». И есть много даже таких песен, даже неверующих песен, которые говорят, что делай что-нибудь хорошее. Делай что-нибудь хорошее в этой жизни. Зла и так хватает, больше, чем надо, особенно на сегодняшний день. Библия нас призывает, чтобы мы сделали что-нибудь хорошее в своей жизни. Что если тебя кто-то когда-то спросит, что ты сделал? Вы знаете, вот Христос, когда тому законнику сказал, что недалеко ты от Царствия Божия, это не говорит о том, что ты уже в Царстве Божьем. Если ты живешь рядом через дорогу от молитвенного дома, или многие из нас, мы живем где-то здесь вокруг этого молитвенного дома, это не значит, что мы в молитвенном доме. Молитвенный дом в понедельник или в пятницу может быть только два человека или может быть вообще никого. Это ни о чем не говорит, это тебе не дает гарантии, что ты в Царстве Божьем, что ты в молитвенном доме, если тебе здесь нету. Если ты по обыкновению приходишь на собрание и потом уходишь домой, это не говорит о том, что ты в Царстве Божьем, что тебе Господь знает. Господь знает. Придет когда-то тот день, Икс, как мы его называем, когда каждому из нас придется предстать перед Судом Божьим и каждому из нас дать ответ. В Матвее, в Луке, не буду цитировать, где Христос говорит, что вот вернулся Господин и встречается с этими своими рабами, которым он задал всем таланты и говорит, и каждый приходит и говорит, что видел тебя больным в темнице, посещал там, посещал там, посещал. Господь говорит, когда вы это сделали, то есть рабы говорит, когда мы это сделали, Христос говорит, когда вы сделали одному из ближних, это сделали мне. пришли и другие, которые говорили, что мы тебя не посещали, мы не видели тебя больным, мы не видели тебя в темнице, если вы это не делали одному из ближних, это вы не делали мне. Насколько важно, мои дорогие, сегодня, чтобы мы замечали, кто наш ближний. Мне помнится, вот когда брат говорил проповеди, мне вспомнилась одна история, опять печальная история, про одного человека, верующего, красиво оделся, спешил на собрание, как спешил этот законник, как спешил священник, как спешил левит, спешил на собрание, хотя левит еще остановился и посмотрел на этого. Но, вы знаете, от этого ничего не поменялось. Когда тот раненый лежал на дороге, может там вообще мало кто проходил из того, что разбойники там находились, и он увидел этого человека, он возрадовался, что ему сейчас кто-то поможет, но однако он пошел и дальше. Так и было в этой случае, который я хочу рассказать. Один, говорит, рассказывает, верующий человек, говорит, я шел на собрание, красиво оделся, спешил на собрание, и проходя мимо своего друга, он тоже выпивал, был пьяный, он меня остановил и попросил, говорит, я пойду с тобой на собрание. Я ему говорю, ты смотри на себя, как в таком виде ты пойдешь на собрание? Он говорит, он меня за руку схватил и просил меня, чтобы я его взял на собрание. Он говорит, я не могу тебя в таком виде взять на собрание. Вытрезнись, одевайся красиво, помойся, как у нас принято, чтобы выглядеть красиво. Иногда, вы знаете, вот такие рамки или такие законы, которые ставят, я не говорю, я не унижаю, но иногда такие требования, они не всегда хорошие. И он пошел на собрание, когда вышел с собрание, шел обратно домой, он говорит, он заметил возле дома своего друга, говорит, пожарные, как у нас здесь в Америке, пожарные, ну, у нас там в Союзе не было, у нас там скорая была, он говорит, когда подошел поближе, он мертвый, он покончил жизнь самоубийством. А если бы я согласился с таким, взять его в собрание, он был бы возле меня, он бы на этот шаг бы не пошел. Сколько таких людей вокруг нас, мои дорогие, ты очень счастлив, что ты сегодня в собрании, что ты знаешь живого Бога. Но миллионы людей погибают в этом мире. Миллионы людей ложатся голодными, голодными встают. А ты приятный, красиво одетый, есть что кусте, есть что пить. Сколько горя вокруг. И мы иногда не замечаем в своей жизни, что кто-то погибает в этом мире. Наши близкие, которых сегодня нет. Они, может, ждут, когда вот ты последний раз, или я звонил твоему близкому знакомому, который сегодня его нету в молитвенном доме, нету в собрании. А может быть за него не то, что может быть. Я думаю, я уверен, что в основном когда-то родители тоже привели его на сцену, за него помолились, благословили его. А его сегодня нету. Что ты сделал? Что ты сделал для этого? Чтобы он был рядом возле тебя сегодня. Я желаю каждому из нас, мои дорогие, чтобы когда-то, когда, если нам придется дать отчет, или нас когда-то кто-то спросит, что ты сделал, чтобы нам было что показать, что я сделал в этой жизни доброго. Что я сделал в этой жизни доброго? Помог бы нам Господь, каждый мой дорогий друзьях, обратимся к нашему Богу, попросим, чтобы Господь нам дал силы, мудрости, знать, как себя правильно вести и как других людей приводить к Богу, потому что Господь не хочет смерти никому. Никому не хочет. Как он радуется о нас, что мы здесь в этом прекрасном молитвенном доме. Так он хочет, чтобы и многие другие также приходили к истине, к святости, к Богу, чтобы они не погибли в этом мире. Помолимся нашему Богу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok